Подробный инструктаж, затем заполнение титульного листа на бланке. Нет, это не ЕГЭ, но тоже своего рода экзамен. Диктант Победы Слобожане со всей страной пишут, чтобы проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Одна из площадок традиционно в Гриновской библиотеке. Считаю, что главной целью Диктанта Победы является не проверка знаний участников акций, а привлечение внимания к истории и участников Великой Отечественной войны. Вопросы тестового характера, есть написание открытых ответов. Часть заданий, 25 заданий, проводится очень похож на сдачу ЕГЭ. Основные темы этого диктанта – победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Донбасса от фашистско-германской оккупации. Написать оффлайн вызвались гимназисты, учащиеся пятой школы и студенты педколледжа. Всего более 30 человек. Диктант был не такой сложный, в нем я узнала очень многого. Мне очень понравилось. Я уже писала его и решила пойти второй раз написать, потому что это очень интересно. Это было, я бы сказал, даже необычно. Повторил историю, так как я ее сдаю как раз через пару месяцев. Очень интересные и содержательные вопросы, я бы сказал, даже олимпиадного характера, достаточно сложные некоторые из них, на которые нужно чисто знать. Мне понравилось. Я планирую связать свою жизнь с историей. Как раз скоро будут экзамены по истории, и дальнейшие вузы буду выбирать именно по этому предмету, связанному с этим предметом. В этом году написать «Диктант Победы» можно было на русском и еще пяти языках – английском, китайском, немецком, французском и испанском. В пунктах проведения акции и в онлайн-формате. Результаты опубликуют в личном кабинете на сайте dictantpobedy.rf. Победителей пригласят на парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади. А абитуриенты с высокими результатами по итогам очного тестирования получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.